Продолжая условия, прочувствовав, как мы останавливаем противника, мы уже работаем ближе к спарринговой реализации. Если это рукопашный вариант, надеваем перчатку, шлем, капу и делаем все равно то же самое. Я показываю сейчас на примере короткого клинка. Итак, первый вариант, это когда противник меня потихоньку поддавливает. Он не спешит, не торопится. Это просто моя задача, опять же, отстреливаясь, держать его на дистанции и маневрировать. Следующим этапом вторым мы усложняем задачу. Теперь противник пытается помешать мне его атаковать. То есть время от времени сбивая мою атаку, ноги при этом теряются. То есть как только они попытались атаковать и взбили, они подставляются и предоставляется прекрасная возможность входа в клинч и для контратаки. Нельзя этого допускать. Следующим образом он меня поддавливает и старается сбивать мои руки. Моя задача осталась прежней. Более сложный вариант. Третья ступень. Теперь противник не просто меня давит, он старается атаковать. Опять же, сначала спокойно, по мере освоения, увеличивая силу и скорость. Но пока как бы одиночный атак. Следующим четвертым этапом противник уже старается пройти в клинч. То есть он маневрирует на дистанции, выбирает момент и старается войти в клинч. Моя задача, соответственно, не допустить его до этого. Выдержав дистанцию и сманеврировав в сторону. Например. Ну и соответственно, крайней степенью это будет уже отработка в свободном спаринге. Контроль дистанции противника, который старается по-свободному войти в клинч. Один интересный момент, который здесь можно на будущее уделить. Я могу перехватить инициативу. То есть сейчас медленно. Противник старается войти в клинч. Я его держу на дистанции. И как только он понимает, что не получилось, я перехватываю инициативу и уже контрольно вхожу в клинч. Снициативу инициативу и в клинч. Продолжение следует...